Бонни-хоп. Это действительно очень крутая штука, которая есть в CS GO. С помощью бонни-хопа можно делать просто невероятно крутые мувы, делать просто восхитительные фраги. И это действительно круто. Когда ты умеешь бонни-хопить, то ты испытываешь какое-то очень приятное чувство, что ты можешь что-то больше в этой игре, чем другие. И это очень-очень прикольно. Да, Мурс, я с тобой согласен. Привет, ребят, меня зовут Эрик, и сегодня я подготовил большой материал, что такое бонни-хоп, как он работает, для чего он нужен, его история и его будущее. Все это будет в этом ролике. Поэтому, если ты с этим был знаком не так тесно, после этого ролика все изменится. Всем приятного просмотра, и мы начинаем. Let's go! Бхоп, бонни-хоп, кроличьи прыжки. Что же это такое, и что оно дает? Все наверняка неоднократно слышали о таком. Это техника, позволяющая в Counter-Strike передвигаться при помощи прыжков, так сказать, в при-прыжку. Скорость при хорошем бхопе выше, чем при беге, поэтому все и хотят научиться этой технике. Но, к сожалению, не всем это удается. Но давайте начнем сначала с истории. Бхоп появился еще в далеком 1996 году из-за ошибки в коде игры Quake. В дальнейшем появился движок GoldSRK, или же GoldSource, который был модифицированным движком Quake Engine. Отойдем от мира Quake и других игр, так как там используется немного другая техника бонни-хопа. И перейдем к играм от Valve. Страшная картина, почему не стоит рассказывать про мир Quake, так как там легко запутаться и очень сильно нагружает мозг. То, что вы сейчас увидите, это примерно то, о чем я говорю. Обычный баг в коде игры смог изменить путь развития шутеров от первого лица, создав новый жанр, где игроки соревнуются в скорости прохождения на специально сделанных картах. Уже тогда можно было бы хопить в таких играх, как Half-Life или же Team Fortress Classic. Затем вышел всеми известный движок Source, который подарил нам Team Fortress 2. Counter-Strike Source, Half-Life 2, Left 4 Dead или же Portal. Во всех этих играх был бы хоп. Но особое место занимает KSS, где этот режим стал очень популярным. Игроки начали создавать карты. Сообщество активно развивалось и увеличивалось. Естественно, повеялась соревновательная составляющая. Примерно до 2012 года было мнение у всех блогеров, что если ты прыгаешь с автобэхопом, имеется в виду не с помощью колюсика мыши, то ты не имеешь права называть себя бэхопером. Потом мнение у людей изменилось, и сообщество разделилось на два лагеря. Одни прыгали на скролле, а другие на автобэхопе. Сейчас на скролле играют только олды, а большинство людей соревнуются на автобэхопе. 15 февраля 2013 года появляется канал под названием Source Jump, который начинает загружать рекорды игроков. Почти каждый опытный бэхопер хотел попасть на этот канал, так как ты сразу становился уважаемым человеком. И открывал себе доступ на закрытый вайт-лист сервер, где играло ограниченное количество людей, в основном профессионалы. Можно отметить два легендарных рекорда, которые были загружены на этот канал. Это прохождение карты бэхоп Бэйджис за 8 минут и 13 секунд от игрока Куки. За 7 минут 46 секунд на карте бэхоп Ски от игрока Ски. Затем, 24 января 2014 года, появляется второй канал по бэхопу Fast Hops. Куда уже можно было тяжело попасть и был очень строгий отбор. Благодаря этому каналу, игрок под ником Forest показал, что такое настоящий бэхоп. Можно отметить прохождение карты бэхоп Аркан в версии 1 за 4 минуты 42 секунды. 5 декабря 2015 года появляется канал по бэхопу в CS GO под названием Global Jumps, где уже загружались рекорды конкретно из CS GO. Но на этом история бэхопа не заканчивается. Так как если профессиональный бэхоп не так популярен, то почти каждый игрок может зайти на сервер и попрыгать в свое удовольствие. Поэтому бэхоп и не теряет свою популярность и всегда будет на плаву. Прямо сейчас рекламная пауза и мы на джидропе. Я кручу барабан, как и всегда, и это все получается бесплатно, если что. А мне падает случайный скин, упал по 90 азимов за 1600 рублей. Хорошо, я сейчас кручу барабан еще раз, используя секретный код под названием RECORD. Вы все также можете это сделать, это абсолютно бесплатно, то есть вы ничего не теряете, делаете два прокрута. Я могу выбить три случайных скина при пополнении от 600 рублей. Вот такая вот у меня упала тема. И открывая осенние кейсы, вы выбиваете токены, которые вы можете ставить в этой игре. У меня 8 токенов, ставлю сюда. Вот, вы открывая кейсы, выбиваете токены, дальше эти токены вы можете поставить в этой игре. И крутится рулетка. Ну что ж, у меня есть некоторые скины, давайте введем это в контракт и посмотрим, может быть хоть что-то сейчас заберем. 2600, кстати, я бы забрал бы этот авик, почему бы и нет. В нашей коллекции авиков пусть будет он. Такие вот дела, ссылочка на джидропе в описании, ну а мы идем дальше. Первый и второй тир, это легкие карты, подходят для новичков, чтобы научиться о замбе хопа. Дальше идет третий, четвертый, пятый тир, который намного сложнее и подходит для более опытных игроков. На картах третьего, четвертого, пятого тира можно оттачивать контроль скорости и выносливость. Тир пять и выше карты для людей, которые уже бэхопят давно и любят проходить длинные по времени карты. В основном на этих картах играют на скролле, то есть прыгают не пробелом, а колесиком мыши. Так как большинство карт стены под скролл стиль бэхопа. Сколько бэхопперов по всему миру? Если примерно сложить всех бэхопперов из Counter-Strike Source, Counter-Strike V34 Source и Counter-Strike Global Offensive, то цифры уйдут за миллионы, так как бэхоп уже существует давно. Это как полноценное дополнение к этим играм. А если почитать про бэхопперов, то их будет не больше 100 человек. Да, это неожиданно мало. Проходят ли турниры? Турниры проходят, но разумеется, без спонсоров. Первым турниром в CSGO был Boneyhop Paradise Battle Royale Spring 2016. В котором участвовали топовые бэхопперы на тот момент. Но, к сожалению, сервер был в Америке и ничего хорошего из этого не вышло. Призовой фонд был 150 долларов. Крутость этого турнира была в том, что он был самым первым в этой игре. И люди скорее веселились и наслаждались атмосферой, чем пытались выиграть главный приз. Следующий крупный турнир назывался B-HOP World Cup 2020. И его призовой фонд составлял уже 2546 долларов. Что довольно немало. В этом турнире участвовало 140 участников. Намного больше, чем в предыдущем. Длился он аж целые 8 недель. То есть 2 месяца. Что такое T-Cred? T-Cred это число, которое показывает изменение скорости получения и отправки информации между сервером и клиентом игры. То есть, цифра T-Cred это скорость, с которой игра и сервер меняются информации. Чем больше это число, тем лучше. В CSGO преобладает T-Cred 128. И довольно большое количество серверов на нем. Если не все. В KSS ситуация посложнее. Всего различают 4 вида T-Cred. 200 T-Cred это бешеное количество, на котором развивается огромная скорость, а используется скорее для фана. 100 T-Cred это классический T-Cred на всех серверах B-HOP в KSS. 66 T-Cred считается сложным T-Cred для B-HOP. Используется редко. 33 T-Cred имеет право на существование, но прыгать, конечно, на таком T-Cred просто невозможно. Виды техники стилей B-HOP. Sideways это B-HOP боком, нажимая S или же W. Double only, B-HOP с зажатым W. A only, либо D only. B-HOP с зажатым либо A, либо D. Требуется поворачиваться на 180 градусов. Half sideways. B-HOP с зажатым W, плюс A, либо D по очереди. Смесь обычного B-HOPа и Double only. Scroll B-HOP. B-HOP на колесико мыши. Auto B-HOP. B-HOP с зажатым пробелом. Ну или же где у вас стоит команда плюс Jump. Это тот самый стиль, который использует почти каждый игрок. Также не могу не упомянуть про важность Press Speed, разгон перед прыжком и Long Jump. То есть прыжки в длину. Эти две техники могут помочь в обучении B-HOPу. Самым старым каналом по B-HOP является Source Jump. Затем идет Fast Hops. Эти два канала выкладывают только профессиональных B-HOPеров и только из Counter-Strike Source. B-HOP каналом по CSGO является Global Jumps. Все ролики на всех таких каналах выкладываются строкой через Google форму, либо напрямую через владелица канала, если ты у себя уже давно зарекомендовал. В основном все обычные игроки играют на открытом сервере, но к сожалению на таком сервере профессиональному B-HOPеру будет тяжело. Он не сможет поставить какой-нибудь рекорд, так как ему будут мешать, будут лаги и работает РТВ. Это смена карты. Поэтому были придуманы вайт-лист сервера, где проигроки могли свободно и без препятствий ставить мировые рекорды на любых картах, так как это требует очень много времени, дни, а может быть даже месяцы. TAS. Гениальные люди для упрощения создания самого оптимального и оптимизированного пути придумали TAS. Tool Assist Speedruns. Этот плагин позволяет контролировать полностью всю траекторию проделанного пути на карте, возвращаться по времени обратно, если ты не смог куда-то запрыгнуть. И вообще очень удобная вещь для любого бэхопера, даже для самого рядового. Сначала находится самый лучший рут. Рут это путь, по которому нужно проходить карту. Потом уже бэхопер начинает гринд. А гринд это большое количество попыток повторить путь проделанной карты через TAS. Также не стоит забывать о легендарном видео от игроков FUN и LULU. Ролики их каналов собирали миллионы просмотров, что развивало это движение. SSJ и измерение скорости. Одна из самых важных вещей бэхопера это плагин SSJ. Speed of Sixth Jump. Скорость на шестом прыжке. Этот плагин считает прыжки, скорость в текущий момент, времени и так далее. Легендарные карты. Одной из самых легендарных карт является бэхоп Monster Jam. Она была сделана аж 13 мая 2009 года. А подарил ее нам довольно известный мапмейкер Аоки. Кстати, девушка. Она также сделала карту бэхоп Exodus. Одну из самых сложных карт. Также стоит упомянуть карту бэхоп Arkhan версии 1. Которая очень популярна и очень часто играется почти на всех бэхоп серверах. Также на этой карте был поставлен, наверное, самый известный рекорд. А сделал его игрок под ником Forest. Также к известным картам можно отнести бэхоп Изи, бэхоп Бэджис, бэхоп Ски, бэхоп Lost World и, наконец, бэхоп Ivy Final. Каждая карта имеет свой уникальный стиль. Поэтому это и сделало их довольно известными среди игроков в KSS и KS GO. Одна из главных проблем стать опытным бэхопером это RSI. Repetitive Strain Injury. Травма от повторяющихся нагрузок. Из-за постоянного гринта карт начинаются проблемы с кистью и даже с рукой. А именно, различные повреждения мышц, сухожилий или нервов, вызванные многократным повторением от них тех же движений по ходу выполнения работы или длительным сохранением одной и той же позы. Например, у лиц, работающих на клавиатуре или по ходу работы, часто нажимающих на кнопку мыши, могут развиться заболевания сухожилия рук. Как раз из-за такой травмы и ушел один из самых опытных игроков бэхопа – Forest. Всегда следите за своим здоровьем. Здоровье не купить. Если говорить про нечестную игру, то это Стрейфхак. Классический чит для бэхопа. Авто-хаткей используется для создания скрипта для авто-бэхопа. Никогда не используйте читы. Это может очень плохо закончиться и подпортит вам репутацию. Так, сейчас мы на карте Аркана. Это лингтарная карта. И я тут не один. Я позвал одного из лучших игроков в ЦИС по бэхопу. Это Саймон. Всем привет. Дружище, я сейчас тебе показываю кейбани хоплю. И скажите честно, какой уровень я дотягиваю? То есть, вот есть же тир игроков, наверное, как и карт? Ну, ты лучше новичка. Это сразу видно. Видно, ты умеешь бэхопить. Да, смотри, как ты проходишь. Все круто. На самом деле, да. Я вижу, что у тебя есть опыт. Но я скажу, что ты ближе к средним игрокам. У меня такой вопрос сразу. Если играть карты бы хопа, как Аркана, получится ли делать такие моменты именно в катках? Могу сказать да, могу сказать и нет. Потому что, когда ты проходишь карту, да, любую, неважно, Аркану, там, Роял или Ацтек, ты по-любому тренируешь свое чувство к модельке. И, конечно, это будет применяться в обычных играх, там, матчмейкинге, на фейсе, в полевых условиях. Как бы ты можешь еще подключить к этому скролл. То есть, выбрать режим скролл. Бэхопить, как бы, не аута бэхоп, а аут именно через колесико мыши. То есть, ты должен забедить прыжок на колесико мыши. И тогда ты сможешь, как бы, объединить два в одном. Это контроль модельки с помощью клавиатуры мыши и колесико. То есть, прыжок через колесико, где-то, ну, ты сможешь применять в матчмейкинге на фейсите. А насчет того, что у меня сенсой сейчас один при DPI 800, это адекватный? Какой нужно ставить DPI, если на серфе у меня, к слову, такое же? То есть, мне комфортно на серфе. Может быть, увеличить или как это сделать? Нет, нет, это хороший вопрос. Скорее всего, будешь играть на фейсите или на матчмейкинге с этой сенсой, это лучше не менять. Потому что, ну, разные ощущения будут. Вот, и ты можешь привыкнуть не тому, к чему ты стремился. То есть, для бэхо у тебя будет один результат, для игр матчмейкинга у тебя будет другой. Поэтому, мой совет не менять. Так, насчет другого вопроса. Разрешение. Какое нужно ставить? 16 на 9, чтобы было бы больше вещей видно, либо 4 на 3? Как это в катке? Неважно. Как это ты играешь на фейсите, так и играешь на бэхо. Есть моменты, когда ты хочешь сбросить скорость. Вот, к слову, я делаю как-то так. Я делаю 180 градусов поворот, и после этого скорость сбрасывается. Что еще можно сделать? Какие лайфхаки, которые я не использую? Один из вариантов сбросить скорость, это резко сделать мышью бок. Да. Вот, это один из вариантов. Также можешь, там, нажать S, ну, назад, вот, чтобы остановиться, оглядеться. Ну, это, если ты потерялся, например, вот. Ага, ага. Это один из вариантов. Ну, если прямо полностью остановиться, а так, только резкое движение, либо вправо, либо влево. А есть еще какие-то лайфхаки? Ну, если не затормозить, а может быть, ускорить скорость? Вот ты сейчас, кстати, держишь control, да? Нет. А control, это, на самом деле, очень жесткий лайфхак. А, подожди, у меня просто пробел, это control плюс jump. То есть, я думаю, у меня двойной прыжок, алиас. Например, вот, ты прыгаешь без control, да? Да. Просто зажал пробел, или где у тебя забинден прыжок? Да. Вот, и ты чувствуешь, что ты не долетаешь до блока, когда ты летишь на большую скорость. И ты можешь, вот, перед приземлением зажать control, вот, и, так сказать, долететь до этого блока, это тоже один из лайфхаков, который используют там спидранеры. Control еще добавляет больше скорости, ну, при зажатом control, то есть, ты летишь быстрее, потому что ты в воздухе находишься дольше. Я скажу на примере подписчика, к слову, человек, который сыграл на бухопе одну-две карты, вышел через 10 минут и больше не заходил. Что ему нужно сделать, чтобы он бы смог стать лучше? Какие есть карты для прохождения? То есть, когда я снимал сюрф, я дал три карты людям, чтобы они проходили бы, и в итоге они бы поняли, что есть развитие. Вот, какие есть карты, которые сложно пройти, но если учиться, то можно пройти в итоге? Ну, на самом деле, любая карта, она по-своему хороша, потому что разные, как бы, разные расположения блоков, где-то есть лестницы, где-то есть разные элементы прохождения, то есть разные препятствия, поэтому все карты по-своему хороши. Там нельзя выделить какие-то особенные, ну, вот, можно выделить арканы, потому что она просто длинная, и ты можешь отрабатывать, там, скорость, технику на разных, там, этапах этой карты. Вот, по поводу, что нужно делать, это бесконечный гринд. Сидеть на бэхобби по 8-10 часов каждый день, потому что я сам так делал, вот. Ну, на самом деле, никому это не советую, потому что, ну, по факту, это бесполезная трата времени, но, если вы поставите цель стать лучшим, то вы обязательно добьетесь успеха. Начните сначала с легких карт, тир-1, там, тир-3, вот. Если вам понравится, вы можете там остаться и стать стрейфером, то есть это отдельное искусство. Но, если вы более-менее, там, выше среднего стали именно в стрейфинге на легких картах, можете пойти на 3-5 и уже начать их проходить, но это будет сложнее, потому что это просто займет больше времени. Я думаю, если будут вопросы, ребят, задавайте в комментариях. Я надеюсь, Саймон сможет поотвечать на некоторые вопросы, может быть, мы что-то упустили. Мы просто не говорили даже о самых простых вещах, о базовых, то есть как вообще прыгать. Я это не объяснял, потому что, ну, я думаю, что это все понимают. На этом все, ребят, играйте в бэхоб, улучшайте свой скилл и интересуйтесь этим направлением. Я думаю, я сегодня много рассказал про эту сферу и хоть один человек заинтересуется этим профессионально. Всем спасибо, с вами был Яшок и Саймон. Всем пока. Пока, дружище. Субтитры сделал DimaTorzok